Строитель 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 Кровельщики Кровельщики Электромонтажники Бригадир А следит за качеством Выполненных работ Прораб На объекте Как и бригадиров Их несколько У нас по 8 начинается Планерка Собираем моборуды Это чуть pourtant понять Какие у нас Нехватыв Yummy Что будем строить что мы будем делать планы на целый день. Для многих работников стройка становится неотъемлемой частью жизни, а профессия семейной. Роберт Валиев – потомственный строитель. Он с раннего детства знал, что такое шпатель, уровень и ложок. Всю свою жизнь отец и дядя Роберта проработали на строительной площадке. Сегодня династию строителей продолжает молодое поколение – Роберт и его брат. У меня почти вся семья занимается строительством. Отец, брат, дядя у меня также работают на стройке. Ну, как бы семейное призвание, так и сказал. Рабочий день прораба планируется с вечера. Утром каждому рабочему после планерки пятиминутки подается сменное задание под роспись в журнале, а также необходимый инструмент и материалы. Занимаемся тем, что мы ведем полностью дом от фундамента и до кровли. Занимаемся, что мы заказываем материал необходимый, чтобы стройка не стояла. Соблюдаем все графики. Также следим за качеством выполнения работ наших рабочих. В течение дня прораб контролирует выполнение заданий, изучает проектную документацию, делает заявки на технику и материалы на следующий день или на более длительный период. По 150 звонков в день. Минимум? Да, со снабженцами, с рабочими, со всеми, с проектом. Все время держимся. Чтобы у нас работа шла непрерывно, чтобы у нас все было. При строительстве объекта существует несколько этапов работ. Первый – это выбор земельного участка. Второй – инженерно-геологическое изыскание и топосъемка, проектирование, экспертиза. Третий – разрешение на строительство. Далее – нулевой цикл, основной цикл, отделка фасадов, внутренние и ландшафтные работы. После выполнения определенного этапа строительных работ прораб проверяет их на соответствие проектной документации. Если все сделано правильно, то работу нужно предъявить представителю технического надзора и заказчика. И только после этого можно приступать к следующему этапу строительства. Скорее всего, я думаю, считаю, что это призвание. Потому что человек, он как бы занимается… Вот каменщик, у него как бы идет монотонный труд. Мне все время это однообразно. То есть нужна выдержка, терпение. Нужно за всему следить, уровень, как кладку он ложится, все правильно ли. Это на самом деле не легко. Но это, на самом деле, так сказать, еще как бы увлекательно. После экскурсии по строительной площадке мне предлагают на пару часов стать каменщиком, специалистом по кладке кирпича и камням. Это, надо сказать, основная специальность на строящемся объекте. Благодаря этому человеку из кирпича и раствора вырастают стены будущего дома для сотен семей. Я беру, как это называется инструмент? Растеров. Так, промазываем, да, например, если я делаю вот этот кладку. Растилаем раствор. Растилаем раствор. Нормальные пропорции? Или еще надо подложить? Не хватит. Хватит, вот так, все, да? Чтобы на совесть было построено. Чтобы потом претензий к нам не было с вами, правильно? Лишнего убираем. Ага, так. Берем кирпич. Берем кирпич. Там, да. Давайте, вы мне будете подавать. Да. Так. И вот по шнурке. И по шнурке мы уложим. Вот так, да? Ага. Положили. Так. После того, как выложена стена из кирпича, ее нужно отштукатурить. После того, как рабочие отштукатурить стены, они берут данную терку и закирают все неровности, чтобы не было гречи на нашу кирпичу. То есть я беру терку и начинаю отшукатурить? И аккуратным движением, чтобы потом постарались. То есть ты и шнур, маску, мы дальше убирали, да? Ну, они сначала все выравнивали в правильную, чтобы все было в одном, в этом уровне, и все выравнивали. Ага. Им ведомы секреты технологии нанесения красок и отделочных материалов на уже подготовленную поверхность. Марья Ивановна будет правильно учить меня, как делать внутренние работы. Ага. Да, мы сначала макаем кисточку. Макаем, да. Макаем кисточку. Чтобы слишком жирной не было. Ага. Немножко к стенке. Да, просто укатаем. Ага, скатываем. А теперь поднимаем, ведем вовнутрь. Вовнутрь, вовнутрь ее сторону. Ага. Опа. До конца. Ага, до конца. Нужно все прокрасить, чтобы у нас не оставалось никаких следов. Переворачиваем. Переворачиваем. Ведем вовнутрь. Вот так вот, да? Ага. В общем, для каждой работы своя кисточка, свой валик. Вот так на съемке с раннего и до позднего вечера кипит жизнь. Здесь главное не только качество, но и сроки. В конце рабочего дня прораб заполняет журналы производства работ и планирует следующий день. Нужно подготовить исполнительную документацию, составить отчеты. Ну и планерки с руководством. Куда же без них? Забот у прораба очень много, поэтому день пролетает быстро. Ну, если бы любил мне, касается прораба. Потому что я считаю это своим призванием. Мне нравится то, что я делаю, строим дома. Мне нравится, как смотреть на эмоции людей, которые покупают эти квартиры в данных домах. Все они очень довольны сейчас. Всем, что нравится. С развитием строительного дела профессия строителя становится все более актуальной. Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2024 года. Главная цель – обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья и улучшение жилищных условий для 5 миллионов семей ежегодно. Поэтому строителям скучать не приходится. Сегодня с уверенностью можно утверждать, что строитель – это профессия будущего. Более того, это еще и призвание. Такая профессия предполагает использование творческого потенциала и нестандартных решений, поскольку конечный продукт направлен на то, чтобы человеку жилось комфортно и легко. Редактор субтитров А.Семкин